Ярмарка осеннего дизайна во Вроцлаве. Во Вроцлаве прошел фестиваль пива «Октоберфест». В столице Нижней Селезии состоялся семейный пикник под лозунгом «Суббота зеленым Вроцлавом». Киномурал во Вроцлаве. Стены домов изменились в уличный 3D кинотеатр. Новая афера в Польше. Жители получают фейковые смс о прохождении карантина. Перепись населения в Польше заканчивается. Успей принять участие. Осталось два дня. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это «Новости in Poland». Мы начинаем. До 30 сентября все жители Польши, включая иностранцев, обязаны принять участие в переписи населения. Это можно сделать на сайте spis.gov.pl или по телефону. Отказ от участия влечет за собой возможность наложения штрафа. Полученная информация позволит понять демографическую ситуацию в стране и социальную структуру населения. Также перепись позволит понять, сколько же иностранцев реально находится в Польше. В Аброславе прошло мероприятие «Киномурал», где зрители под открытым небом могли несколько часов наблюдать за уникальными графическими проектами национального и мирового масштаба. Это мероприятие проходит только раз в году и только во Врославе. На боковых стенах многоквартирных домов района на Додже были представлены работы художников со всего мира. Из Польши, Франции, России, Египта, Македонии и США. Они включали в себя покатровую и компьютерную анимацию, 3D-проекции, экспериментальные фильмы, а также аудиовизуальные инсталляции с использованием новейших технологий. На этих выходных прошел фестиваль для всех любителей пива, где желающие могли попробовать пиво немецкое пшеничное с фруктами, а также отведать фирменные блюда, такие как оригинальные китайские пельмени, бельгийские чипсы, испанские чуросы в шоколадной версии. Также организаторы Врославского Октоберфеста провели конкурс, в котором предоставили 10 индивидуальных ваучеров на еду во время мероприятия. Польские жители получают фейковые смс от отправителя карантин. Они содержат информацию об обязательной изоляции и подозрительную ссылку, которая ведет на информационную страницу. Нажатие на нее может быть опасным для смартфона, планшета или другого устройства. Главный санитарный инспектор предостерегает от подобных смс. Это попытка похитить личные данные. Пожалуйста, не открывайте ссылки, указанные в сообщении. Инспекция здравоохранения никогда не посылала и не будет посылать сообщения, перенаправляющие на сайты. Угрожая изоляцией, хиперпреступники пытаются получить ваши личные данные. Семейный пикник «Суббота» с Зеленым Брославом – это мероприятие, главной задачей которого было показать проекты и множество образовательных программ, экологических тем и развлечений. Задумкой организаторов было провести пикник «Выходной день» для всех семейных жителей Брослава, чтобы дети и взрослые могли принять участие в разных конкурсах, получая за это призы. Во время мероприятия гостей ждало множество аттракционов, в том числе «Зеленое колесо фортуны», цирковые представления, спортивная зона и научные мастер-классы с Гидрополис. Также желающие могли получить вазон цветания абсолютно бесплатно. Пикник «Суббота» с Зеленым Брославом был организован Департаментом устойчивого развития управления Маршала вместе с партнерами Гидрополис, Муниципальная полиция, Экосистема, Фонд «Он Уотер» и Ассоциация критического образования. Прошедшая ярмарка осени представляла собой оригинальные дизайнерские изделия, натуральные масла, крема и мыло высокого качества. Также можно было посмотреть на работы польских дизайнеров моды брендовой одежды, увидеть уникальные картины отечественных художников, выставлены были разные ювелирные украшения. Мероприятия проходили на этих выходных. Организаторы вложили много сил, чтобы у посетителей было достаточно времени не только совершить покупки, но и принять участие в мастер-классах, таких как создание собственного украшения в стиле Боха, а также возможность послушать бесплатные семинары. А теперь к другим новостям. В августе этого года Варшавский аэропорт имени Федерико Шопена обслужил 1 млн 185 тыс. пассажиров. Это рекордно высокий месячный показатель с начала пандемии коронавируса. Всего с начала года польский аэропорт обслужил более 4 млн пассажиров. Муниципальная охрана будет патрулировать в Рослав на самокатах. Новый вид транспорта должен обеспечить эффективное перемещение в районах, к которым трудно добраться автомобилем. Правительство Польши приняло решение рекомендации вакцинироваться третьей дозой вакцины людям в возрасте от 50 лет, которые получили вторую дозу вакцины более 6 месяцев назад и медикам. Бустерная доза вакцины – это дополнительное введение дозы вакцины через некоторое время после иммунизации. По словам медиков, это должно обеспечить более эффективную защиту от болезни. На данный момент в Польше полностью иммунизированы от коронавируса 59,5% взрослого населения и более 60% по крайней мере одной дозой. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий в Польше. Всего вам доброго! Увидимся через неделю!